Сегодня прошла церемония вручения главной кинопремии мира, «Оскар». Номинантом на премию стала и отечественная картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Правда, взять номинацию ей не удалось, а победители и о том, как отбирают фильмы, расскажет моя коллега Алена Крашенинникова. Алена, вот как отреагировали на итоги «Оскара» в команде Звягинцева? Вот, Юля, буквально пару часов назад как раз появилась реакция. Само событие прокомментировали Звягинцев и его продюсеры. Рассказали, что продолжат выдвигать фильмы на премию «Оскар», несмотря на то, что их картина «Нелюбовь» не получила в этом году приз. И хотя они расстроены, они заявили о том, что будут продолжать снимать достойные картины, чтобы биться за эту статуэтку уже в следующем году. Ну и, конечно, эта картина, как раз «Нелюбовь» Звягинцева, стала самым обсуждаемым в России событием. Это фильм о разводе молодых семей, нежеланных детях и современных российских реалиях. Картина собрала множество положительных рецензий. Все говорили, что у нее есть все шансы на то, чтобы оказаться в числе тех, кто взял статуэтку. Эксперты считают, что вот этот факт, что наша лента попала в рейтинг наряду с зарубежными картинами, удивление вызывать не должен. Давайте послушаем. На мой взгляд, мы всегда были на высоком уровне. И наши фильмы побеждали и на Каннском кинофестивале. Школа отечественного кино была самой, ну не самой, но на нее действительно равнялись. И наши режиссеры – это достойный профессионал из своего дела. То, что попала не любовь, ну для нас это, конечно, большая радость для страны. Это очень престижно. Ну вот сколько ставок бы не было, к сожалению, Оскара Звягинцева фильм не взял. Но в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», в которой мы были представлены, была награждена чилийская драма о транссексуале «Фантастическая женщина». Многие зрители называли это решение не совсем справедливым, и не только потому, что болели за российскую картину. Заметная тенденция, вот такая нелюбовь к традиционным ценностям у тех, кто награждает Оскаром. Это очевидно уже последние годы, то, что происходит там. Получается, что не интересует ни сюжет, ни то, как играют актеры. Важнее, что-то связанное, да, то есть связанное вот с таким нестандартным архетипом, то есть тем, что не подходит под некие общечеловеческие классические ценности. Ну а лучшим фильмом была признана картина «Форма воды». Это о любви немой уборщицы лента в секретной лаборатории США к амфибии, которая является одним из подопытных объектов изучения. Снял его мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо. К слову, он же и получил, кстати, лучшего режиссера. Главным конкурентом, причем самым сильным, и на него делали очень много ставок, стала картина «Три билборда на границе Эббинга» Миссури, о матери-одиночке, которая добивалась расследования смерти своей дочери. Отчаявшись, она взяла в аренду три билборды и написала на них послания полиции, а дальше мнения общественности разделились. Кто-то ее поддержал, а кто-то нет. Вот если сама картина осталась без награды, то главная героиня Фрэнсис Макдормот забрала статуэтку за лучшую женскую роль, а вот помощник шерифа Сэм Рокуэлл получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Юля. Ну, Лена, а какие фильмы вообще попадает в список номинантов на Оскар? Понятно, что это должно быть какое-то особенное кино. Что именно? Юля, ну вот эксперты говорят о том, что действительно, абы какой фильм не попадает в список, для этого есть определенные критерии, об этом говорит Дмитрий Кудрявцев, кинокритик. Давайте послушаем. Тематика, конечно, безусловно. Он должен снять стилистики мирового кино. Проблема российского кино, что мы снимаем кино для России и для постсоветского пространства. Американское, голливудское кино, они снимают кино для всего мира. Поэтому, когда у нас получаются такие фильмы, которые интересны зрителям в других странах, эти фильмы претендуют на самые высокие награды. Отмечу, что Звягинцев без награды все же не остался. Он получил совсем недавно награду французского кинофестиваля «Сезар». Ну, кто знает, может быть, в следующем году мы действительно снимем очень достойную картину, которая все-таки станет не только номинантом, но и заберет статуэтку «Оскара». Юля. Спасибо. Я напомню, это была Алена Крашенинникова. Подводили итоги кинопремии «Оскар».